Миром правит информация. Принятие решений без актуальной информации и прогнозирования сейчас немыслимо. ERP-системы, бигдата, цифровые двойники. Цифровизация внедряется многими компаниями. Расскажем о том, как «Газпром» в лице «Газпром Космической Системы» реализует это. Мы применяем дистанционный зондеринг для обследования объектов топливно-энергетического комплекса. И здесь какие особенности есть у этого обследования. Если у нас завод, то он более-менее локальный объект. То есть его можно оснастить видеокамерами, какими-то еще датчиками. Все это более-менее компактно. А вот эти опасные промышленные объекты, объекты топливно-энергетического комплекса, они обычно распределенные. То есть у нас газ добывается на Ямале и транспортируется, считай, через всю центральную часть России в Европу. Физически охватить человеческими ресурсами такую территорию сложно. Поэтому наши технологии или космические, или с помощью беспилотных летательных аппаратов съемка, она, конечно, значительно помогает получить объективную информацию про объекты и получить ее в разумные сроки. Для получения детальной информации о поверхности Земли и объектах используется как космическая, так и аэрофотосъемка. У нас при работе используются различные данные с различных аппаратов. То есть крупно можем поделить на два сегмента. Это космическая съемка и беспилотная съемка. И внутри самих тех сегментов разные типы съемок у нас бывают. Вот космическая съемка, если мы про нее говорим. Там может быть съемка в видимом диапазоне, когда мы получаем снимок в естественных цветах, как мы, допустим, с воздушного шара его увидим. А есть еще такой тип съемки радиолокационная, когда космический аппарат облучает Землю радиосигналом, принимает его, фиксирует и получает изображение, которое нам говорит о шероховатости земной поверхности и о ее рельефе, и о каких-то структурах под поверхностью Земли. И самый плюс у этой радиолокационной съемки, то, что она всепогодная и облака не мешают. Беспилотная съемка от космической отличается тем, что делается из беспилотных летательных аппаратов. Это либо они самолетного типа, либо коптерного. И у них гораздо выше разрешение. Мы можем увидеть более детальные объекты. Борт садится, данные сливаются, их можно прямо уже на месте начинать анализировать. Ну, а если мы хотим там более высокое качество или какие-то специфические объемы, то уже данные передаются в офис, вот в том числе с помощью наших спутников связи. Результаты обработки и исходные данные хранятся на собственных мощностях и предоставляются потребителям по различным каналам. Эти исходные данные мы обработали и передаем их в геоинформационную систему, которая содержит информацию про положение газопровода, про все вот эти вот зоны. И дальше уже специалистами вот эта вот информация в геоинформационной системе, которую мы как и называем там цифровой двойник, дополненный еще объектами окружения. Он актуализируется, исправляются ошибки и делается анализ с точки зрения выявления каких-то нарушений эксплуатации и уведомления заказчика о наличии таких нарушений. За годы работы был накоплен обширный объем данных дистанционного зондирования. Общая длина коридоров газопровода составляет около 100 тысяч километров с многократным покрытием с 2017 года. Наши технологии, они не только предоставляют вот эту обширную детальную информацию о земной поверхности, но они еще и предоставляют точную информацию. То есть у нас каждая технология сертифицирована. Мониторингом, ну возвращаясь к мониторингу газопроводов, мы активно им занимаемся с 2017 года. И за это время у нас накопился такой большой объем данных. Он называется Big Data. То есть человек уже самостоятельно проанализировать не может. Для его анализа нужны какие-то автоматизации. Наличие такого массива данных позволяет выполнять углубленный анализ как элементов самого объекта, так и окружающей обстановки. Таким образом, благодаря цифровым технологиям, можно предвидеть потенциальные проблемы, моделировать различные сценарии и улучшать управление объектами. Такой подход способствует снижению операционных рисков и повышению эффективности использования ресурсов. Цифровые технологии – это наше будущее. Без них невозможен технологический прогресс. Учитывая такие большие объемы данных, учитывая то, что технологии сами по себе развиваются, цифровизация значительно увеличивает скорость обработки материалов, увеличивает возможности по обработке большего объема этих материалов. И, допустим, с помощью цифровизации и искусственного интеллекта мы можем сделать более глубокий анализ. Что важно, в своей работе компания использует токотехнологии и средства российского производства. Это обеспечит технологическую безопасность газопроводов и всей остальной территории нашей страны в целом. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...